Всем привет! Вы в школе видеоблогеров, в бесплатной школе видеоблогеров, подчеркну. В этом видео мы рассмотрим такой интересный и животрепещущийся вопрос, где брать темы для новых видео? Откуда черпать вдохновение, где брать темы? Вы найдете огромное количество всевозможных роликов, где вам говорят, идите в Google Тренды, в Яндекс Ходворс, там, ищите, там, смотрите ключевые слова, не мучайте мозг и не мучайте себя. Лучше всего брать новые темы, это у конкурентов. Проще всего, эффективнее всего и надежнее всего. Помните, у нас, если вы выбрали нишу, к примеру, там, да, мы уже обсуждали в нашей школе выбор ниши, выбор тематики канала, и если вы выбрали нишу, у нас в нашей школе видеоблогера есть такой момент, да, как вот анализ конкурентов. Мы будем подробно по каждому этому останавливаться, делать видеоролик по этому, но я хочу вам просто донести одну простую мысль. Если у вас будет список конкурентов, и вы, как бы вы этого не хотели, вы должны быть подписаны на своих конкурентов, и каждый раз, когда ваш конкурент, либо тот канал, который вы считаете конкурентом, делает видеоролик, вам приходит уведомление о том, что они сняли новое видео, и вы ничего не затрачиваете, понимаете, то есть, грубо говоря, как это работает. Я вам расскажу на простом примере. Есть компания МВидео, это огромный-огромный организм, там двести семьдесят маркетологов, может быть, больше, да, и вот они сидят, у них огромная база данных, у них огромные ресурсы, у них огромные компьютеры, огромные-огромные технологические карты, и вот эти двести семьдесят человек сидят, и результат их труда они размещают на сайте видео.ру. Грамотному маркетологу не надо заморачиваться, он просто берет и сравнивает версию сайта была и что стало, и он видит, что изменилось на сайте, какие виды изменения изменились, и делает то же самое у себя. Точно так и вы, подписавшись на своих конкурентов, видите, по принципу, лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Это такой принцип, да, он сейчас работает, и если мы хотим, чтобы наш канал был популярным, мы должны делать те темы, которые популярны у конкурентов, это они выступают вроде как таких паровозиков, а мы всегда вторые, за ними идем и смотрим, что у них хорошо, доперва, делаем еще лучше, мы будем разбирать, как делать еще лучше на нашем канале, да, дальше, вот. Но основной посыл, где брать новые темы для своих видео, естественно, после выбора ниши, после понимания того, вы просто вводите запрос, к примеру, там, да, мы можем ввести, где брать новые темы для видео, да, вот этот запрос, и видим, как этот запрос обрабатывают наши конкуренты, да, то есть, вот, допустим, наше видео уже здесь вот есть, там, да, вот, смотрим, где брать уникальное видео, то есть, мы уже понимаем, что они хотели сказать, и мы можем, посмотрев пару роликов, составить свое мнение о том, что они, кто они, почему они это видео пишут. Надеюсь, мы были с Федором на нашем канале вам полезны. Если есть вопросы, задавайте свои вопросы под этим видео. Если есть свои идеи о том, где брать новые темы, также делитесь с нами под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями нашим полезным каналом, начинающего и успешного ютюбера. Всего доброго, до свидания.